Цена жизни 20 рублей. В Могилевской области за прошедшие выходные из окон выпали двое детей. Следователи призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра. Как избежать трагедии? Был водителем, стал пешеходом. В Бобруйске сотрудники ГАИ задержали пьяного за рулем. Шухера выпивали. Не пили? Как наказали любителя горячительных напитков. Взял чужое как свое. В Бобруйске арестован вор автомобильных деталей. Стоимость похищенных изделий составляет 600 рублей. Где он прятал похищенное? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Суровый, но справедливый приговор. Завершилось расследование по делу о попытке совершения акта терроризма. Преступники устанавливали на железнодорожных путях муляжи взрывных устройств. В итоге пяти фигурантам назначили 16, 15, 14 лет и два года лишения свободы. Все подробности у Максима Кембеля. На скаме подсудимых Бобруйского суда Константин Ермолович, Виталий Минкевич, Игорь Козлов, Наталья Кет, Надежда Полькина. Все они фигуранты уголовного дела о терроризме. В материалах больше пяти статей УК о Беларуси. Попытка совершения акта терроризма. Оскорбление президента. Плюс ко всему преступники сотрудничали с экстремистской организацией в условиях ТЯТЬ. Их самый в кавычках великий подвиг установка муляжи взрывных устройств на железной дороге. И как сказал классик, все тайное всегда становится явным. Пришла пора отвечать за свои поступки по всей строгости закона. Орудовали преступники в 2021-м. Кроме минирования ЖД путей по сложном списке. Повреждение здания одной из воинских частей. Попытка поджога торгового объекта. Все злодеяния снимали на камеру, видео в качестве отчета отправляли своим заграничным кураторам. Последние обещали позолотить ручку, но на деле получилось кино с плохим концом. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на сроке 2 года, 14 лет, 15 лет. 16 лет со штрафом в размере 300 базовых величин соответственно. А также в виде ограничения свободы на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован. Значит, в течение 10 суток со дня его провозглашения. Как ни странно, приговор в этой истории не самое страшное. Важно осознание, сколько безвинных людей могло пострадать, если бы не четкие действия правоохранителей. И эта мысль теперь с ними до конца жизни. Максим Кембель, Максим Галенка, Сирена. Москитная сетка – иллюзия защиты. В Могилевской области за прошедшие выходные из окон выпали двое детей. Субботним утром в деревне Старая Пашкова трехлетний мальчик забрался на подоконник за игрушкой. Оперся на москитную сетку и свалился вместе с ней на бетонную отмостку. Вечером этого же дня в Хотимске двухлетняя малышка выпала на улицу с четвертого этажа. Мама вышла в соседнюю комнату за мобильным телефоном. В это время девочка самостоятельно открыла стеклопакет. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Следователи призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами. Это крайне важно. Почти половина ЧП происходит из-за порвавшейся москитной сетки, которая предназначена для защиты от насекомых, но не детей. Чаще всего из окон выпадают малыши от двух до четырех лет. В 30% случаев прямо на глазах у родителей. В 70% в течение первых 15 минут после того, как ребенок остался без присмотра. Не всегда помогают даже блокираторы. Главной причиной происшествия по-прежнему остается недосмотр взрослых. Для трагедии достаточно считанных секунд. В пьяном угаре в Бобруйске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя. 1 августа вблизи перекрестка Орженикидзе и Можайского экипаж ГАИ подал водителю Митсубиси сигнал об остановке. За рулем оказался 24-летний житель Глузского района. При проверке документов инспектор почувствовал запах алкоголя. Что вы вчера выпивали? Не пили? Ну, а запах стоит. Ну, спереди присядься. А свидетельствование показало 0,66 промилле в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, накануне вечером выпивал. Поездка обойдется любителю горячительных напитков дорого. Штраф в 3200 рублей и лишение прав на три года. Случай с таким же сценарием произошел двумя днями позже. Но в главных ролях здесь оказалась женщина. Около полуночи сотрудники ГАИ остановили Деоматис, которым управляла 31-летняя Бобруйчанка. В машине также находился ее ребенок, которого на руках держала подруга. Инспектор сразу почувствовал запах перегара. Но женщина утверждала, алкоголь не употребляла. Только кефир и квас. Запах, понимаете, стоит запах. А у меня нет. Какой тут квас? Потому что у меня вся машина обработанная. От вас запах. Вот вы разговариваете, идет запах. Вы сами все обработали? Конечно, я же с ребенком маленькая. Медицинское свидетельствование показало наличие одной промилле. В отношении нарушительницы составлен протокол. Теперь ей грозит штраф 6400 рублей, а также лишение прав на 5 лет. Госавтоинспекция призывает всех водителей к благоразумию. Алкоголь и дорога – несовместимые вещи. Если вы выпили, то лучше пересесть на такси. Так будет дешевле. Пошел по кривой дорожке. В Кировском районе работник сельхозпредприятия похитил 145 килограммов калийных удобрений. Участковые нашли вора во время рейда по агропромышленному комплексу. Им оказался 44-летний механизатор. Правоохранители находку изъяли и вернули в хозяйство. Сейчас проводится проверка. Для чего-то что-то. Соль, наверное. Ну, мне тоже. Молодая. Это удобрение. Тем временем в Горецком районе вычислили еще одного расхитителя кормов. Известно, мужчина жил вблизи сельхозорганизации. Работал там животноводом. На его подворье обнаружили почти 200 килограммов комбикорма. Плюс 210 литров окрашенного дистоплива. Местному жителю грозит административная ответственность. Халява закончилась. А вот в Быховском районе работник хозяйства вынес более тонны зерна пшеницы. Факт хищения установлен правоохранителями также во время рейда. Выяснилось, 55-летний механизатор в период уборочной на протяжении нескольких дней выносил с поля и из комбайна зерно. Затем складировал у себя дома. Во время осмотра его домовладения правоохранители обнаружили 1380 килограммов пшеницы. Похищенное зерно возвращено сельхозпредприятию. В отношении работника возбуждено уголовное дело. Укусил руку, которую кормят в Бобруйском районе. Тракторист похитил топливо у собственного хозяйства. Механизатор изверенного ему транспорта на протяжении двух месяцев периодически сливал солярку. 184 литра окрашенного дизеля оперативники обнаружили на частном подворье. Сотрудники милиции крылосуточно осуществляют мероприятия по контролю за ходом уборочной компании. И продолжают выявлять работников, которые пытаются незаконно нажиться за счет своих сельскохозяйственных предприятий. Топливо изъято и возвращено в хозяйство. Сумма ущерба почти 400 рублей. Дело передано в Следственный комитет. Немного приукрасил Бобруйчанин снимал с чужих автомобилей декоративные элементы для ремонта собственной машины. Двое местных жителей сообщили в милицию о пропаже. С их авто, припаркованных на ночь возле жилых домов, стали пропадать элементы декора. В первом случае похищены четыре колесных колпака, решетка бампера. Во втором – облицовка и шесть молдингов решетки радиатора. По подозрению, в преступлении задержан 43-летний Бобруйчанин. В ходе обыска у него нашли и изъяли похищенное. Установлено, что изъятая облицовка и два фрагмента крепления, оставшиеся на месте преступления, ранее составляли единое целое. Кроме того, экспертами установлено, что стоимость похищенных изделий составляет 600 рублей. Мужчина признался в совершении кражи. По факту возбуждено уголовное дело.